привет всем продолжаю тему о детском фрейме и сегодня приведу пример более экстремальный чем прошлый казус волги в случае казусы волги женщина все-таки хотя бы создает видимость что она настроена дружественно да она относится с высока да она смотрит на тебя как начальник на подчиненного но такой условно добрый начальник на который хочет тебе помочь вырасти или делает вид что хочет помочь часто это к сожалению только поза то что женщина говорит это что она на самом деле делает может очень сильно расходиться в детском вопросе более экстремальные случаи когда женщина либо просто по факту бросает детей на мужа не подготовленного для этого мужа либо угрожает что она так сделает как и прошлый раз я нашел первую попавшуюся статью на эту тему автор зовут елена гуськова так что свой кейс называю казус гуськовой статья называется оставьте детей мужу это по-взрослому подписано как психолог не знаю как на самом деле вот что она пишет про фазу на грани развода женщина в тупике она в раздрае она в возмущении она ссорится с супругом часто и мощно ссорится она его ненавидит супруг чувствует тоже плюс превосходство на фоне эйфории от абсолютной свободы от обязательств в очередной ссоре он выдает не согласишься на мои условия заберу детей знаете как реагирует на такие слова взрослая женщина она немедленно собирает чемодан чмокать детей щечку и уходит со словами я приеду выходные погуляя с детьми вот это высший класс умная уверенная и все у нее будет хорошо конец цитаты оставим на совести психолога оценки по таким рецептам и так далее опять же сейчас больше интересно не содержание больше интересна тональность то что здесь изложено госпожи гуськовой не самая экстремальная форма самые экстремальные формы я неоднократно читал на форумах и типа же же там всяких прочих семейных и обычно они выражаются непечатным текстом когда женщина по-настоящему откровенно и говорит то чего и хочется сказать то она выражается непечатным смысл сводится к тому что определенных ситуациях например когда муж предъявляет претензии женщине что она не справляется с детьми либо на грани развода муж угрожает что типа я заберу детей очень смешная угроза если разобраться то умудренные в кавычках опытом собеседница советуют так сказать взять мужем и слабо взять его и единомоментно без всякой подготовки погрузить там на сутки иногда говорят на неделю в единоличную заботу о там одном или двух детях как правило имеются дети довольно маленькие конечно подразумевается что после там этих суток двух трех или недели подавляющее большинство мужчин просто посидеет вырвет себе на голове все волосы не только на голове и сбежит и в общем отбросит эту идею никогда больше не будет возвращаться а еще проникнется глубоким уважением к труду домохозяйки как это на самом деле тяжело и какой-то героический подвиг который нужно совершать ежедневно по сути конечно это просто манипуляция не более того и конечно такие советы можно услышать только тогда когда доподлинно известно что мужчина ну действительно вот беспомощен в детском вопросе то есть он никогда этого не касался если мужчина этого никогда не касался и такого опыта не имеет то есть не можно проделать такие трюки потому что шок от единомоментного погружения там до хоп тебе это сказать отдали ребенка на сутки если он никогда этого раньше не делал ну надо понимать что это шок со скобками правда остается что когда врожденный ребенок появился у этой мамы то она в общем тоже не знала что с ним делать буквально не знает как титьку в рот дать этому учат этому учат в роддоме причем часто учат дяденьки то есть если бы ее оставить в роддоме один на один с ребенком еще неизвестно что вышло бы из этого потому что с инстинктами сейчас плохо как бы и что с ним делать и как о нем заботиться и почему он кричит там или не кричит что для него нормально что ненормально обычная женщина то просто не знает этому учат поэтому конечно погружая мужчину в это резко как в холодную воду там в крещенский мороз да ну понятно дело что будет шок какая именно реакция будет на шок это уже зависит от мужчины но как я понимаю те кто обдумывает подобные планы если бы они хотя бы на десять процентов думали что а вдруг ничего из этого не выйдет а вдруг он возьмет и за неделю просто приспособиться а через месяц очень хорошо приспособиться а через три месяца будет это делать лучше чем делает она если хотя бы 10 процентов такой вероятности есть то да такая мысль даже в голову не придет не будет она этого делать это манипуляция надо понимать что раз она делается значит то что называется дайс алоудит то есть игральные кубики с грузиками внутри вся игра она мошенническая надо понимать что женщина которая на самом деле решила бросить двоих малолетних детей и свинтить и искать себе новую жизнь но скорее всего эта женщина с какой-то формой после родовой депрессии уточнение в том виде в котором его раскрыл робин бейкер смотрите ссылку в углу это не совсем то что обычно понимается под после родовой депрессии но в такой форме то все-таки сравнительно редкий случай потому что чаще скорее встречается психологическая зависимость от ребенка то есть женщина использует ребенка как ресурс для психологической поддержки она не отдает ему больше она больше берет с него даже если вынесли за скобки материальное обеспечение и то что и можно не работать там какое-то время психологическая зависимость скорее всего сильнее чем даже материальные к сожалению большому для большого процента отцов подобное резкое погружение действительно было бы шоком и действительно могло бы вызвать такое шоковое отторжение больше никогда да да дорогая я все понял в реальности если тут можно вести речь о том что это чья-то вина кто-то в этом виноват то кто именно вопрос довольно сложный по факту папа тратил мало времени мало проводил времени с ребенком один на один как это получилось это не всегда добровольный выбор папы осознанный выбор это может быть так называемое структурное разделение разделение по ролям например после рождения ребенка все живут на одну зарплату зарплаты стало не хватать не так как был раньше понятное дело вполне возможно сама мама или прочие родственники сказали ну мужик или нет найди еще одну работу возьми сверхурочные это же мужское дело обеспечивать семью давай человек берет и находит вторую работу то что это означает 12 13 часовой рабочий день плюс дороги а кого это колышет плюс время на сон все сутки исчерпаны кроме выходных если они конечно свободно проходит например год в таком режиме сколько папа с ребенком находился за год в таком режиме да нисколько и если раньше его пинали тем что он мало зарабатывает там и нужно больше работать то когда есть старая работа можно активно пинать за то что не помогает по хозяйству и не умеет ничего делать с ребенком и наоборот можно быть абсолютным профи с ребенком тратить на него много времени и из этого будет следовать что меньше времени отдается работе или повышению квалификации который требует как правило времени вне работы когда женщина хочет она будет давить в обе стороны и там и там в общем случае практически любой факт женщина может трактовать как в вашу пользу так и против вас просто по настроению трудно привести исключение что может быть такого что нельзя трактовать в зависимости от ситуации за вас и против вас и это на самом деле одна из причин почему вообще не стоит большого внимания уделять вот этому фидбэку когда женщина к вам настроена положительно то она будет ценить то что вы тратите время на ребенка и будет ценить время которое вы тратите на работу так что главное здесь на самом деле это баланс сколько всего сказано про то как женщины выбирают работу и почему они в среднем зарабатывают меньше короткий ответ потому что они выбирают другие работы их меньше интересует работа больше интересует баланс между работой и семьей что обычно означает дети конечно не баланс между работой и мужем как уоррен фаррел многократно в своих книжках говорил когда ребенок рождается у современной женщины есть три выбора а работать полный день б сидеть дома полный день c какая-то комбинация у мужчины после рождения ребенка тоже есть выбор а работать полный день б работать полный день ц работать полный день и д работать сверхурочно Так выражается, так сказать, семейная свобода, семейные бонусы, которые получает современный мужчина Многое сделано для освобождения женщин от их традиционной роли Они действительно свободны, они выбирают то, что им нравится Мужчина удивительным образом зажат в тиски традиционной роли в наше время, сейчас Хотя никакого закона, который бы обязывал мужчину именно так делать, впрямую не существует Есть, конечно, косвенные Поэтому для современного осознанного мужчины, а конкретно для осознанного отца Это должна быть не рефлекторная реакция, не поступок так, как от тебя ждут все, что от тебя ожидается А решение, чего я на самом деле хочу и что я считаю правильным в данной ситуации Если я хочу быть ответственным отцом и иметь время и силы на ребенка Значит, нужно сбавить градусы, нужно сбавить обороты по работе Да, это ограничивает и зарплату, и карьерный рост, и даже место работы Потому что, например, время дороги до работы, да, уже имеет критическое значение Одно дело, ты едешь полчаса туда-обратно, тогда у тебя час в день тратится в транспорте Другое дело, если ты едешь два часа туда-обратно, тогда у тебя минус четыре часа в день А это время не из воздуха берется, оно берется из ваших занятий Занятий с ребенком, занятий фитнесом, культ походов и прочего Снова помяну тех, кто в среднем возрасте или даже выше среднего возраста Начинает очень сильно жалеть, что он так далеко продвинулся по карьере За счет того, что фактически был изолирован от семьи Как опять же говорит Уоррен Фаррелл, мужчин приучают получать любовь семьи, находясь далеко от любви семьи Мужчина в традиционной семейной роли – это человек, который зарабатывает деньги, которые тратит кто-то другой В то время как мужчина укорачивает себе жизнь Грубо, но точно Так что думается, что осознанный отец, еще до рождения ребенка, должен осознавать все эти вещи Сделать соответствующие выводы для себя Применить их в реальность, с той же работой, с графиком Штудировать какие-то материалы Ходить на какие-то курсы, пусть их немного и довольно бестолковые И не допускать такой ситуации, чтобы оказаться в роли подмастерья у матери Роль отца – это не роль матери номер два Не роль младшей матери или ее помощницы Часто матери, когда обучают отца делать что-то с ребенком, то стоят буквально сверху, нависая И проверяют, чтобы каждая мелочь была сделана строго так, как это делает она То есть она сама себе задает контроль качества Никого сверху нет, кто бы ей задавал его А она, в свою очередь, задает его вам Свой контроль качества применяет на вас Это ситуация, которую нужно рубить на корню Когда она только появляется, в первый раз такие пробиваются С ребенком, как и во многих других делах Не существует единственного правильного способа делать что-либо Она привыкла делать так и приучила его к чему-то Вы можете привыкнуть делать по-другому Результат такой же или лучше Значит, оно работает И это касается и бытовых вопросов Типа там стирки, кормления, укладывания спать Так и психологических вопросов То есть, собственно, воспитание, совместные занятия, досуг, прогулки, игрушки Мать здесь начальник только до такой степени, до какой вы и разрешаете быть начальником То есть, кроме как у вас в голове, нигде этого в другом месте не запечатлено Кроме, может быть, единственного случая, если ваша жена или мать-ребенка Реально дипломированная перинатальная медсестра Тут действительно, может, придется у нее чему-то и поучиться, и послушать Но опять же, не отдавать все прям Все процессы на отку Может, со мной не согласятся Но мое глубокое убеждение Хоть я не работал ни одного дня в детском саду Я практически уверен, что можно взять любую Заслуженную воспитательницу детского сада с 20-летним стажем И заменить ее на прохожего человека с улицы Человеку, у которого просто крыша на месте И поставить его на место воспитательницы И я почти уверен, что любой практически человек, у которого крыша на месте Он справится с этой работой Через неделю он с ней уже будет очень хорошо справляться А через два месяца он будет, возможно, справляться лучше, чем эта воспитательница с 20-летним стажем Причем обратный трюк, скорее всего, не сработает Если вы, например, сисадмин или программист Я уверен, что вы справитесь в детском саду в качестве воспитателя И я так думаю не только потому, что я смотрел фильм «Усатый нянь» Кстати, всем полезно посмотреть, кто не видел А вот если взять воспитательницу из детского сада И поставить на место сисадмина Она не сможет этого сделать ни через день, ни через неделю Ни через месяц, ни даже возможно через 3-5 лет Хотя вообще-то за 5 лет можно освоить новую специальность Сложность этих двух задач, она несопоставима просто Эта манипулятивная жена может понтоваться, угрожая оставить вас на день с ребенком А если взять ее за шкирку и поставить на день на вашу должность, в которой вы работаете целый день А вы, например, сисадмин, пусть даже не очень крутой сисадмин Скажем, филд-инженер Что она сможет сделать на этой должности через день, два, неделю, год? Весьма вероятно, что не сделает ничего Я лично знаю людей, которые работают в Варде уже лет 20-25 И как они не знали Варда 20-25 лет назад, так они не знают его и сегодня И скорее всего следующие 20-25 лет они тоже не будут знать, как им пользоваться нормально А то, что такие манипулятивные мамаши пытаются поставить там отца в неудобное положение Или просто высмеять, спрашивая типа А какой размер ноги-то у ребенка? Вот ботинки ему сейчас купить надо, какого размера? Ты же не знаешь ничего, ты же не касаешься Это опять манипуляция из той же самой области Если вы помните, в книжке «Человек-амфибия» там в конце идет суд И среди прочего в суде пытаются установить вменяемость ихтиандра И ему задают вопросы, типа, в какой стране он живет, как зовут главу государства И что-то еще в таком духе И он ничего этого не знает, естественно, и не может ответить на вопрос На что Сальватор про себя думает, что, ну, не идиоты Спросите его про подводное течение или про разновидности рыб Он этому не касался, откуда он это должен знать Так что на вопрос, а какой у него сейчас размер ноги Нужно задавать встречный вопрос А какой у него сейчас должен быть размер рамы велосипеда? На что у женщин часто открываются глаза пошире и говорят А велосипед бывает размер рамы? Да, блин, бывает размер рамы Откуда я это знаю? Потому что, когда дело касается велосипеда, он проходит через меня Так что вся грамотность в таких вопросах достигается только через погружение Время Время, помноженное на внимание И к этому вопросу стоит подходить осознанно Планировать это Понимать последствия Когда вы вынуждены взвешивать дудочку и кувшинчик Уметь выбрать свою политику в этом вопросе И удержать ее Настоять на ней И если вы будете грамотны в этих вопросах То ни у кого вокруг даже мысли не возникнет Поставить вас в такое типа безвыходное положение Оставить его на день с ребенком Тут на самом деле может возникнуть даже обратное опасение И от этого тоже стоит предостеречь Потому что некоторые отцы могут Иногда, к сожалению, так делают Когда они по-настоящему вторгаются в эту сферу И очень хорошо ее осваивают А мужчина вполне способен освоить это лучше, чем женщина То не очень умный отец Может начать третировать женщину За то, что она делает хуже То есть уже не мама папу пинает, что ты ничего не умеешь А папа пинает маму И эта дисбалантная ситуация Не нужно повторять за плохими женщинами Если уж иногда нужно что-то повторить за женщиной Повторять нужно за хорошими Ну или условно хорошими Потому что мало того, что у мамы может возникнуть просто комплекс неполноценности И проблемы с самооценкой на этом фоне Она может просто начать вас активно бояться В том смысле, что вы от нее избавитесь И уже это планируете И именно в этом опасении кроется на самом деле То ее линия, когда женщина пинает мужчину За то, что он мало делает по дому Плохо делает Мало и плохо делает с ребенком Но при этом по факту Косвенным образом чинит препятствия всякие То есть делает все, чтобы он на самом деле Так и никогда и не коснулся этой темы Не смог погрузиться в нее по-настоящему Не смог освоить эти скиллы Это делается разными способами Например, настаивая на том, что нужно делать только так, как вот делает она И никак иначе Шаг вправо, шаг влево – расстрел У нормального психически здорового отца Не стоит задача загнобить мать Это не нужно ни ему, ни матери, ни ребенку Если вы про себя знаете, что вы способны и купить обувь, и одежду И сводить к врачу, и выполнить предписание врача И при этом все можете еще правильно подобрать раму велосипеда Хорошо Внутреннего осознания достаточно Внутреннее осознание этого будет просто транслироваться в уверенность Которую будет воспринимать и ребенок, и жена, и все прочие окружающие Может возникнуть вопрос А какому отцу и зачем все это нужно вообще? В чем тут интерес? На этот вопрос я вам ответить не могу Потому что это индивидуальная вещь Это каждый должен решить для себя сам Мое частное мнение, что если не быть таким родителем Таким отцом То тогда непонятно, зачем вообще дети И зачем в это вообще ввязываться Если я знаю, что я не могу обеспечить себе такой режим вовлечения Я не вижу смысла в это ввязываться вообще На этом вторая часть заканчивается Продолжение следует Всем пока и удачи Продолжение следует... Продолжение следует...